Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудай. Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Костров, председатель Рязанского областного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Александр Николаевич, здравствуйте! Добрый день! 15 февраля – очень знаковая дата, это день вывода советских войск из Афганистана, это 30-летие, это юбилейный день. Расскажите, пожалуйста, какие у вас в связи с этим чувства, воспоминания? Для всех шуравей, так называли советских военных в Афганистане, это знаменательный день, потому что окончание войны – это всегда праздник, это всегда слезы радости, но это слезы за наших погибших боевых братьев, поэтому в этот день мы всегда вспоминаем наших товарищей, которые не вернулись с войны, и всегда мы возлагаем цветы и отдаем данной памяти нашим боевым братьям. Этот день, он олицетворяет целые 10 лет, 10 лет находился контингент советских войск в Афганистане, и мы выполняли, мы не воевали с населением Афганистана, мы исполняли свой интернациональный долг от всей души, потому что интернациональная помощь, она, мне кажется, у россиян, у русских, она заложена на генном уровне, и мы всегда нас так воспитывали, оказывать, помогать, вот мы и оказывали. К сожалению, конечно, были потери, потому что против нас воевал практически весь мир, так получилось, что Соединенные Штаты развязали такую кампанию против Советского Союза, что мы оказались практически в изоляции. Но мы все равно помогали афганскому народу. Да вообще Советский Союз, честно вам скажу, я вот поднял справку, да, с 50-х годов он оказывал очень большую материальную помощь Афганистану. Были построены сотни тысяч километров автомобильных дорог, была построена система рашения, были построены плотины, потому что Афганистан это на самом деле отсталое государство, оно находилось в феодальном вот таком строе, и надо было кормить население, поэтому Советский Союз построил вот все для того, чтобы накормить население. Были построены два хлебокомбината в Кабуле, один в 50-м году, второй в 70-м году. Были построены автомобильные дороги, которые связали Афганистан, Кабул с Советским Союзом. Был построен перевал Саланг, туннель в Салане, 2676 метров, шириной 6 метров, вот такой в горе был пробит. Это был первый такой по протяженности тоннель, вот в послевоенные годы, да и в мире тогда это было, уникальное сооружение. И, собственно говоря, потом при вводе войск он нам очень сильно пригодился, потому что перебрасывать технику, вооружение, войска по воздуху, конечно, можно, но это длительные процессы, долгий процесс. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, ну вот вы сказали, что очень многие действительно наши воины, герои для нас погибли. Ну вот, наверное, погибшие, усопшие, но не забытые. Ведь у вас в боевом братстве ведется колоссальная работа по поддержке матерей, жен, детей. Вот расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее. В целях организации, в основных целях задачи и нашей организации, боевое братство, и Союз ветеранов Афганистана. Это первое, это защита законных прав и интересов ветеранов, инвалидов, членов семей погибших воинов. Память о наших боевых братьях, она, воин когда умирает? Он умирает два раза. Он погибает первый раз на поле боя, а второй раз он погибает, когда о нем забывают. Поэтому пока мы живы, мы не дадим забыть наших боевых братьев. Вот 15 февраля в Доме общественных организаций будет вручена книга семьям погибших, почерков о наших ребятах, которые не вернулись с Афганистана. При помощи Татьяны Васильевны Гусевой, депутата областной думы, президента торгово-промышленной палаты Рязанской области. Это вот большой-большой кирпич выковечивания памяти. Конечно, мы открыли доски, практически всем ребятам погибшим открыли доски, как в городе Рязани, так и в муниципальных образованиях. Муниципальные образования практически, ну, все 100% установлены мемориальные доски. Кроме этого, открыты памятники. Памятники такие вот, как в Касимове, в полный рост солдат. И очень символично, что они открываются в тех местах, где находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Вот в Касимове этот памятник наш находится напротив того места, где находятся герои Советского Союза. В Ермише, в районном центре Ермиш, да, там находится памятник наш, памятное место рядом с тем местом, где увеличена память о погибших в Великой Отечественной войне. И это очень символично. Это передача вахты поколений. Вот получается сейчас так вот по жизни, да, что ветераны Великой Отечественной войны, к сожалению, их остались уже просто единицы. И так как это было 10-20 лет назад, они не могут уже заниматься патриотической работой. Хотя мы хотим, чтобы они жили как можно дольше, дай бог им здоровья, и чтобы они побыли подольше с нами. Потому что это наша связующая ниточка с тем поколением, поколением победителей. Но все равно мы понимаем, что вахта патриотического воспитания, она переходит в наши руки. В руки ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы. Поэтому это наша первостепенная задача. Ну вот вы очень хорошо сказали по поводу патриотической работы. Вот скажите, пожалуйста, вы общаетесь непосредственно с нашими мальчишками, с нашими призывниками. Вот скажите, пожалуйста, среди них есть ребята, которые так же, как вы, так же, как ветераны Великой Отечественной, готовы на подвиг? Я вам скажу, я уверен на 150%, что это будет именно так. Я недаром сказал в начале, что у нас на генном уровне. Вот многие, некоторые говорят, товарищи, что у нас молодежь не такая, у нас классная молодежь, у нас классные ребята. Это было и есть всегда. Были ребята, которые любят хулиганить. Ну, с этим ничего нельзя сделать, пытаться с ними работать, как-то вводить их в какое-то русло. Но они были, есть и будут. И есть другие ребята, которые занимаются знаниями, которые идут к каким-то там достижениям в науке, в технике. Вот сейчас движение, юноармейское движение. Посмотрите, по всей стране была подхвачена инициатива нашего министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу. И везде созданы юноармейские отряды. Вот это, пожалуйста. Раньше было в советские годы, это было Тимуровское движение, сейчас это юноармейское движение, волонтерское движение. Вы посмотрите, что в стране происходит. Вот не все можно делать, нужно делать за деньги. Есть еще позывы людей. И вот сейчас я заметил такую тенденцию, что все-таки начинают говорить о подвигах. О подвигах в мирной жизни. Вот вы, наверное, видели по телевидению несколько репортажей, когда мальчишка вытаскивал с горящего дома детишек. Полицейский спасал там на водоеме. Вот, пожалуйста. Место подвигу есть всегда. И когда мы выступаем в школах, мы говорим, что вот в мирной жизни тоже надо готовить себя к какому-то вот такому, не знаю, экстремальному, не экстремальному, но всегда быть готовы оказать помощь. Александр Николаевич, ну в том-то и состоит, вот, по крайней мере, как я вижу, подвиг воинов-интернационалистов в том, что в мирное время, когда было у нас мирное время, они поехали туда, чтобы даже не свое государство защищать, а защищать совершенно других людей. Да, ну мы были так воспитаны. Конечно, сейчас некоторые пытаются сказать, что были какие-то конфликты между национальностями. Может, они и были, конечно, да, но это никогда не акцентировалось. И мы ехали туда с чистой душой, что мы оказываем интернациональную помощь братскому народу. Мы оказывали и помощь, и защищали с военной точки зрения. Я считаю, что наши, мои боевые братья, шурави, им нечего стыдиться. Мы должны гордиться. Наша Россия может гордиться нашими доблестными воинами. Было, есть и было. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Ну и стоит только вспомнить кадры хроники, военной хроники, как люди в Афганистане встречали советских воинов. Это же были аплодисменты, это же были улыбки на лицах. Да, и сейчас до сих пор наши как-то налаживаются контакты, и представители наших организаций, они ездят в Афганистан. Они устанавливают мемориальные доски на месте каких-то таких больших военных событий, на месте гибели своих боевых братьев. И они разговаривают с народом и говорят, что афганцы говорят, что да, на то время шурави были наши враги, но мы всегда понимали тот вклад, который сделал Советский Союз в развитие Афганистана, в развитие промышленности, в развитие сельского хозяйства. К сожалению, Соединенные Штаты Америки со своими, с тем, кто туда зашел, англичане, они не строят там ничего. Только разрушают наоборот. К сожалению, при их присутствии там в Афганистане увеличился наркотрафик, то есть производство наркотиков. Вот, ну, во всяком случае, то, что мы знаем. Но мы не видим и информации не знаем о том, что они что-то там построили. Так как Советский Союз, мукомольный завод, там дороги построили, они просто там находятся, ну, я не знаю, для того, чтобы создать напряженность у нас, у наших южных границ. Вот и все. Александр Николаевич, еще один вопрос, который я просто не могу не задать вам. Вы ведь тоже участник боевых действий. Вот, что вы помните, какие ощущения, впечатления? Ну, да. Я в 81-м году оказался в Афганистане. Помните, как фильм «Девятая рота», да? Открывается рампа самолета, и оттуда вертолеты летают, и все. Но было немножко не так. Но тоже мы прилетели с Ашхабада на гражданском самолете, тоже вышли. Это был июнь месяц, жара. Конечно, это все новое. Это было, ну, не знаю, это бомба, вот так, если можно сказать. То есть тебя... Хотя мы проходили курс молодого бойца в Средней Азии, в Туркестанском военном округе, и мы 2-3 месяца были вот в этих природных условиях. Но все равно то, что было там, оно было очень, как бы, новое. Это было сурово, это было, конечно, психологически для молодого человека, 18-летнего, это было, ну, как, очень, не знаю, страшно не было, во всяком случае, да. Было интересно, было... Ну, служба есть служба. Конечно, я служил в 181-м пехотном полку, мотострелковом полку, полк занимался сопровождением колонн с помощью, то есть это колонны автомобильных техник, которые везли боеприпасы, продукты питания. Вот мы сопровождали от Кабула до Джалабада и назад. Я вот помню, что дорога до Джалабада, это серпантин по, вот, допустим, если едем в Джалабад, то с левой стороны река Кабул, обрыв, вот, и техника, вот, валяющаяся там на дне, то есть это все было достаточно поразительно. Но в то же время это интересно, и потихонечку проходило такое, вы знаете, возмужание, закаливание, трудные условия, бытовые условия были трудные, конечно, что-то про это говорить. Питание было такое, можно сказать, когда не были в полку, то на подножном корму так получалось. Но поражала страна, красивая страна, очень красивые, доброжелательные люди. Единственное, что было плохо, это душманы, да, это те, кто нас пытался убить, кто пытался нас уничтожить. Вот у них была своя психология, у нас была своя психология, мы оказывали интернациональную помощь. Вот, ну, я как-то не верил, что меня ранят, но так вот случилось и в 1982 году, в августе месяце был, получил тяжелое ранение и был комиссован. Ну, я совершенно не жалею о том, что был в Афганистане, Афганистан в моей душе, вот, был, есть и будет. Ну, я думаю, что вот с Афганистаном прошли более 600 тысяч советских солдат и офицеров. И я думаю, что 90% наших воинов Афганистан есть. Война, к сожалению, она остается. Она остается в судьбе человека, в душе человека, и ты всегда об этом помнишь. Может, это уходит, но возвращаешься к ней, все равно. Хотя 30 лет прошло, даже 30 лет, я был в 1982 году, получается, больше уже. Вот, но чувство, вот это чувство воина-интернационалиста, оно было, есть и будет. И все наши парни, которые сегодня 15 февраля отмечают 30 лет со дня выполнения боевой задачи советской армии в Афганистане, они все это празднуют как, ну, война, я еще раз говорю, это окончание войны, это всегда праздник. Но мы сожалеем и скорбим по нашим боевым братьям, которых нет. Сейчас по всей стране 15 февраля проходят митинги, возложения, торжественные мероприятия. И у нас в Афганистане это все сегодня состоялось. Было возложение на площади Маргелова, было торжественное заседание и концерт в Аризанской филармонии. И то же самое было во всех районах, во всех муниципальных образованиях нашей области. И можно мне поздравить моих боевых братьев? Обязательно, Александр Николаевич, вот как раз я хотела вам слово дать. В конце нашей программы, к сожалению, время подходит уже к концу. И действительно, если вам есть, что сказать своим боевым братьям, пожалуйста. Да. Уважаемые дорогие шурави, я от имени Всероссийской общественности ветеранов поздравляю вас с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Не забывайте, что сегодня мы на передовом плане патриотического воспитания подрастающих поколений нашей страны. Будьте здоровы, добра вашим семьям, вашим детям. Пусть у вас будет над головой всегда мирное небо. Спасибо вам за ваш подвиг. И вам спасибо, Александр Николаевич. Спасибо. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова